Время новостей на РТС. Я Полина Назарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Виадукт на улице Мирова пока не закроют для транспорта почти на неделю. Между тем движение здесь одно из самых оживленных в городе. Перекрытие движения по Виадуку будет весьма болезненным как для водителей легковых автомобилей, так и для пассажиров общественного транспорта. Праздник первого звонка в Хакасии пройдет в усеченном формате. И участвовать в нем будет лишь малая часть школьников. Ничего другого, никаких массовых мероприятий мы 1 сентября не проводим. В столице Хакасии на улице Авиаторов построят здание для Хакасского национального театра имени Топанова. Культурный объект, выполненный в национальном колорите, должен гармонично вписаться в пространство новостроек и стать местной архитектурной доминантой. В Абакане ожидается транспортный коллапс. Виадук на улице Мира полностью закроют на ремонт уже на следующей неделе. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется терпеть неудобства почти неделю. Большая колейность, вычерпленный асфальт, истончение, сползание покрытия на спусках – таким выглядит сейчас дорожное полотно на Виадуке с улицы Мира на Пушкино. Эффект от ямочного ремонта практически нулевой. Между тем, качество дороги прямым образом влияет на аварийность. Основная причина – это несоблюдение дистанции и бокового интервала. Вот здесь и всплывает некачественное дорожное полотно, выбоины, неровности, потому что автомобилисты, стараясь их объехать, выезжают на полосу либо встречного движения, либо мешают автомобилям, которые двигаются в соседнем ряду. Крайняя необходимость ремонта покрытия на Виадуке вынудила городские власти принять сложное решение. Необходимо полностью заменить асфальт. Дорожники будут работать круглосуточно. Для этого Виадук перекроют с 26 по 31 августа. В итоге весь транспортный поток с Виадука перейдет на объездную в район Кольца и на другой переезд в МПС. Это значит, что и по центру, и по периферии Абакана дорога будет перегружена. Безусловно, перекрытие движения по Виадуку будет весьма болезненным как для водителей легковых автомобилей, так и для пассажиров общественного транспорта. Троллейбусы в МПС в эти дни вообще будут отменены. А движение автобусов будет организовано по другому Виадуку на Тараса Шевченко. Транспортная безопасность на особом контроле правительства Хакасии. Об этом в своем инстаграм написал глава республики Валентин Коновалов. Глава региона принял участие в выездном совещании Совета безопасности, которое прошло в Иркутске. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев подчеркнул, транспортная безопасность особо важная тема для Сибири. Напомню, Валентин Коновалов обратился к Николаю Патрушеву с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Сорского горнообогатительного комбината. Хакасия выступает за отмену экспортных пошлин на Малибден, а также за господдержку градообразующих предприятий. Авиаперевозки стали темой еще одной встречи главы республики в ходе рабочей поездки. Валентин Коновалов обсудил перспективы развития прямого авиасообщения между Абаканом и Иркутском с исполнительным директором компании ИрАэра Владимиром Лапиным. В апреле регулярные авиарейсы прекратились по инициативе иркутской авиакомпании. Причиной стали экономические факторы. Валентин Коновалов отметил, что правительство региона заинтересовано в расширении авиамаршрутной сети на территории Сибири. Так, в бюджете республики на 2022 год предусмотрено субсидирование для авиакомпании, в том числе для маршрута Абакан-Иркутск. Кроме того, планируется расширить число субсидируемых авиамаршрутов из Ахакасии. Программа софинансирования позволяет обеспечить для жителей комфортную стоимость перелета, открывает возможность для развития внутреннего и въездного туризма. В селах Ахакасии возводится жилье для работников социальной сферы. Задача местных властей – привлечь на свои территории врачей, учителей, работников культуры. Съемочная группа РТС проехалась по двум районам и выяснила, если в одном люди скоро справят новоселье, то в другом – сдача домов под большим вопросом. Алена Таровина работает в детсаду в Таштыпе. Скоро она станет новоселом. Сейчас живет в арендованном старом и холодном доме. А у нее семья, муж и двое детей, одному из которых полтора месяца. Поэтому, глядя на новостройку, у девушки светятся глаза от радости. Строителям осталось совсем чуть-чуть. Дом готов на 90%. Посмотрели, сколько окон, сколько штор надо покупать. Вот это все. Конечно, уже думали об этом, что новую мебель какую-то надо, кухонный гарнитур. Ой, мы уже ждем, не дождемся, когда уже заселимся в новый дом. У Евгения Федянина тоже большая семья. И нужда в жилье большая. Сейчас вынужден снимать. Жилье старенькое, скажем, квадратура маленькая. Здесь в два раза больше жилье. И у каждого будет по своей комнате. Это вообще замечательно. Всего в Таштыпском районе в этом году для работников социальной сферы появится 13 новых домов. Площадь от 30 до 140 квадратов. Зависит от состава семьи. Все идет по графику, поэтому наши герои вполне могут встретить Новый год в новых стенах. И если у Алены еще несколько лет назад были мысли уехать из Таштыпа, то теперь нет. Так бывает, когда местная власть хочет, чтобы район развивался. И люди не бежали в другие территории. Еженедельные проведенные, проводимые штабы главой Таштыпского района Диченко Алексеем Александровичем, взаимодействие с подрядными организациями, решение тех вопросов, которые не нужно доводить до абсурда. То есть, как где-то изменение сроков, изменение материалов. И это когда все приходит к единому мнению. То есть, есть результат проблемы, есть, но они решаются. И самое главное, люди получат свое жилье. И совсем противоположный пример. Печально известный Бейский район. Здесь также должны строиться дома для медиков и педагогов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Эти съемки были сделаны в начале августа. Нет даже фундамента. Тогда объект посетил глава Хакасии. Подрядчик заверил, успеют все в срок. После визита Валентина Коновалова рабочие зашевелились. И спустя две недели вот такая картина. Разница между готовностью домов в двух районах очевидна. В Таштыпе уже идет внутренняя отделка, а в Бее только начали возводить коробки. Почему так поздно? Ответа нам получить не удалось. Стационарные телефоны администрации Бейского района не отвечают. А глава Иннокентий Стрибков, услышав наш вопрос, бросил трубку. Алло, Иннокентий Николаевич, здравствуйте. Телекомпания РТС. Удобно разговаривать? Объекты обязательно нужно сдать в этом году, иначе Хакасия потеряет миллионы федеральных денег. А достраивать придется на свои. Подвести бюджет – это одно, а своих жителей – совсем другое. Внимание, заморозки! В некоторых районах Хакасии ожидается резкое похолодание. Особо внимательным следует быть сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств. По информации гидромедцентра, 22 и 23 августа местами ожидается понижение температуры воздуха сразу до минус двух. Холодный фронт может спровоцировать гибель посевов. Предупреждают об опасности автовладельцев. На дорогах возможно обледенение, особенно в ночное и утреннее время. И к свежим данным по заболеваемости COVID-19 в Хакасии за сутки заразились 164 человека. В антилитерах по количеству инфицированных – Абакан, 68 пациентов. За ним Черногорск и Саиногорск. По статистике, больше всего заражаются в семьях. За сутки коронавирус унес жизни 8 жителей Хакасии. Это мужчины и женщины старше 60 лет. Излечились от недуга 403 человека. Школьные линейки 1 сентября пройдут в традиционном формате. С песнями, стихами и первым звонком. Но не для всех. Пока ситуация по заболеваемости в Хакасии позволяет собрать на школьное торжество лишь первоклассников и выпускников. Об этом шла сегодня речь на заседании оперативного штаба в правительстве Хакасии. Ничего другого, никаких массовых мероприятий мы 1 сентября не проводим. Везде направлены методические рекомендации на органы управления образования. И там четко прописано, как разделять потоки детей, как осуществлять расписание. Тревогу властей подкрепляет статистика. За минувшие пять дней коронавирусом заболели 150 детей. Поэтому вопрос о профилактике встает наиболее остро. Тем временем темпы вакцинации взрослых в Хакасии вновь застыли. И это несмотря на то, что в республиканских клиниках пациентов ждут более 40 тысяч доз вакцины. По данным Роспотребнадзора, около 70% заболевших предполагают, что вирус подхватили в торговых точках. Кстати, именно там мобильные группы и выявляют больше всего нарушений. Действительно, люди ходят без масок. Маски везде лежат. Все практически площадки предоставляют такую возможность бесплатно получить маску, взять ее. Ею можно пользоваться, но этого никто не делает. За этим контроль никакой не осуществляется. Нам необходимо вот на этой норме очень-очень последовательно настаивать. В Хакасию поступила и вакцина против гриппа. Опыт показывает, только в случае, если больше 60% населения привьются, удастся избежать вспышек сезонной заболеваемости. С понедельника стартует этап вакцинации, подготовки к осенне-зимнему эпицезону. Против гриппа надо прививаться, тем более, что ковид и гриппа – обычные симптомы те же самые. И осложнения практически тоже те же самые. Пока же в республике регистрируется рост заболевших у РВИ и пневмонии. Снижение заболеваемости COVID-19, которое отмечалось на прошлой неделе, приостановилось. В результате оперштаб принял решение продлить режим повышенной готовности Хакасии на месяц. Ограничения будут действовать до 19 сентября. Наталья Данина, Владислав Пустовойт, РТС. Центр общественного наблюдения за выборами депутатов в Государственную Думу откроется на базе Хакасского краеведческого музея. Наблюдатели будут работать с 17 по 19 сентября. Центр развернет общественная палата Хакасии. В предстоящей предвыборной гонке общественное наблюдение станет ключевым инструментом контроля. Участки будут оборудованы видеокамерами и любой желающий сможет прийти в краеведческий музей в день выборов и следить за ходом голосования. Кстати, действовать центр будет в круглосуточном режиме, заработает и горячая линия. Также пройдут прямые эфиры, интервью с гостями центра и трансляции на ютуб-канале. Хакасский драмтеатр имени Топанова в скором времени обретет собственное здание. Уже определена компания, которая займется изыскательскими работами и подготовкой проектно-сметной документации. Впрочем, уже на стадии торгов не обошлось без затруднений. С подробностями Оскар Артамонов. В начале ноября Национальный драмтеатр имени Топанова отметит свой 90-летний юбилей. Этой весной на 14-м съезде Хакасского народа был поднят вопрос о строительстве отдельного здания, так как творческий коллектив уже многие годы разделяет помещения с театром имени Лермонтова. Власти республики отреагировали на общественный запрос, заложив порядка 28 миллионов рублей на изыскательские работы и подготовку ПСД. Этот объект нам очень необходим для сохранения культуры, для сохранения языка, для сохранения самобытности и аутентичности. Потому что не секрет в наше время глобализации интернета. То есть эти все вещи начинают несколько размываться и меркнуть. Напомним, первые попытки возвести храм культуры предпринимались еще в 2013 году. Специалисты определили место, был разработан проект, но реализовать его тогда не удалось. Спустя 8 лет ситуация изменилась. Намеченный земельный участок сократился до 1 гектара, поэтому сейчас необходим новый проект, за который возьмется компания из Дагестана. Она выиграла торги, запросив за свои услуги около 13 миллионов рублей. Компания из Омска, также участвовавшая в конкурсе, подала жалобу в антимонопольную службу. Дело в том, что она внесена в реестр недобросовестных подрядчиков по 223-му закону. А торги проводились по 44-му. Из-за этих юридических нюансов умские проектировщики получили необоснованный отказ, что могло повлечь для них убытки. Впрочем, этот неочевидный казус удалось оперативно разрешить. Я хотел бы обратить внимание на то, что это не отменяет результаты аукциона на самом деле. Поэтому здесь мы всю эту информацию принимаем, берем свой, так скажем, багаж знаний и дальше будем уже более внимательно к этому относиться. Строительство здания для Хакасского национального театра имени Топанова планируется на этом пустыре на улице авиаторов. По задумке архитекторов, культурный объект, выполненный в национальном колорите, должен гармонично вписаться в пространство новостроек и стать местной архитектурной доминантой. Оскар Артамонов, Дмитрий Парахин, РТС. Сегодня наша ледовая дружина провела открытую тренировку. В этом сезоне команду Саяны пополнили четыре новых спортсмена. Трое игроков имеют опыт в Суперлиге. Это Егор Егорычев, выступавший за Байкал Энерго. Роман Козулин из клуба Родина Мкиров. Евгений Неронов из строителя Сыктывкар. Четвертый новичок Матвей Пантыкин из Сипсельмаша-2. Главный тренер команды Евгений Ирахтин возлагает большие надежды на новых ребят и в предстоящем сезоне намерен добиваться победы в турнире Высшей Лиги. Сейчас хоккеисты активно готовятся к первому матчу. В ближайшее время мы 6 сентября выезжаем на ледовый сбор в город Кемерово. Там планируется провести 22 товарищеских матча. Скорее всего это будет Косбас-2. Посмотрим. Вроде как намечается турнир. В Кузбассе. Возможно, что сыграем и с какой-то из клубов Суперлиги. Еще больше новостей на нашем информационном портале tvrts.ru и в социальных сетях РТС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова